Добрый день! После этого немножко странно видеть диагонали Дмитрия Яковлева, ни в коем случае не умоляю его возможностей, но мы понимаем, что вроде бы от добра добра не еще. И вновь Джана подача. Специально он поближе подошел, но, видимо, прекрасно знает, как Лобызенко подает и готов был принимать сверху. И сделал это. Другое дело, что Белогорье до результата эту атаку не довели. Так что многовато. Хозяева отпускают гостей. Он может в первых минутах в борьбу ходить очень хорошо. И если соперник это недооценивает, то у него могут быть большущие проблемы. Вот сейчас справился с приемом Эджа. Ректория получилась. Там первый темп не попадал, что ли, в нужную скорость. Поэтому Порошин, может быть, не то решение, которое хотелось бы ему в итоге вынужден был исполнять. Классный накат по линии Дмитрий Яковлев. Хороший, вроде бы, подготовленный блок против него уже нависал. Именно атакой это очко заработал. Ну, какой-то там сеточный мяч, возможно, выиграл, честно говоря. Я в записи своих немножко отвлекся. Самого первого мяча было в погоне. Впервые в матче сравнивает счет. Ну, впрочем, ненадолго. На сей раз Червяков, ну, наверное, и не угадал. И вновь хороша атака. Аль-Хадждади. Подача у Петковича всегда очень хорошая была. Ну, не стал он вкладываться в этот раз. Ну, можно сказать, угадал в какой-то степени. А может быть, и выходил с таким заданием подать плотно, но не потерять. Здорово. Голубев справляется. Классная доводка. Вроде бы даже показалось, что низковато для Маркина этой передачи. Уж там блокирующим-то не пришлось перемещаться. Или не успели. Вот тут надо смотреть. Надо было и перевести мяч при достаточно низкой доводке. Павел Тетюхин. Легкая атака. Заболотников выдернул на себя. Ну, по сути, обоих блокирующих. И вновь почему-то в Голубево. Вот в предыдущем матче, который я уже вспоминал, Петербургский Зенит где-то полторы партии пытался вот именно почему-то слабостью Либера найти Кузбасса. Ну, а тут почему-то у Голубева решил Пакшин мяч забрать. Ну, хорошо, что так все для Кузбасса завершилось. Потому что достаточно читаемая атака в итоге получилась. Все, что Голубев принимал, принимал практически идеально. Брагину приходится не только принимать, но и в защите пластаться. И вот второе его касание в итоге результативную атаку начало для белгородцев. Жану пришлось максимально затянуться на осмысление этого момента. 23-23. Таймаут Волкова свое дело сделал. По крайней мере, у его команды появился шанс концовки. И хорошо подавал Червяков. И 10 очков уже у него в первой партии. Будут трудности сейчас у Пакшина. Ну, хотя бы в виде тройного блока. Есть постраховка, впрочем. Яковлев защищал из Белогории и здесь. Тут побыстрее на разрыв уже передачи. И Пакшин тоже хорошо свою высоту умеет использовать. Сегодня у нас в матче два доигровщика. Ну, на своей позиции. Одни из самых высоких в нашем чемпионате. Я имею в виду, в принципе, высоту съема при хорошей подвижности. Ответ Джана. Словно иллюстрацию на вышесказанное. Заболотников, кстати, практически в первой партии без атаки. Ну, в итоге на планер перешел. Ну, если эта цель была таймаута Волкова, он ее добился. Надо будет еще забить этот мяч. Здорово защищался Кузбасс. Вторая попытка Заболотникова. Второй раз с касанием Голубева. Все это на задней линии. Но в данном случае уже сохранить мяч не получается. 27-26. Так давно. Причем в таких хороших равных матчах это было. Так что это угроза. И эта угроза не пустая. Согласитесь. Вот Белогория, сравняв счет на самом флажке в этой партии, по сути двумя эйсами ее забирает. Сначала Хачдади. Теперь Заболотников 28-26. И может что-то посложнее даже сейчас соорудить. Повторюсь, подача у него в последнее время летит очень неплохо. Понятное развитие событий по сбитому приему. И Белогория берет инициативу в этом розыгрыше. Тетюхин на тройном блоке. Обман на удар. А кто же помогать будет? Ну, тут получилось, что два игрока, включая связующего, нырнули за этим мячом. И мяч-то примерно в ту зону отскочил, где связки бы неплохо находить. Как тренер понятно, что Троцкий поопытней. А вот как тренер команды Суперлиги даже получается, что у Волкова-то и побольше стаж. Все-таки он с начала сезона работает с Белогорием. А не походу в... Такая скомканная чуть-чуть атака. А вот это повыше доводка. Здесь можно и пошире сыграть. А пошире это значит оставить Аль-Хачдади на одном блоке в данной ситуации. Ему и двойной пока не помеха. Ну, а здесь просто семечки регулярного сезона. Но чаще все-таки, согласитесь, речь идет о первой, может быть, второй команде. Но не о той, которая на четвертом месте вот ситуативно находится. У Белгородцев 12-ти матчевая победная серия. Это ровно столько, сколько сыгранатуров во втором круге. Так что здесь пока у подопечных Александра Волкова все очень здорово. Яковлев очень грамотная атака. Это сразу проблемы для принимающих. Маркин на высоком мяче. Мяч в него попадает. Видит все партнеры. Голубев вынужден отправлять мяч на сторону Белогория. И снова первым темпом доигровка идет Сергей Червяков. 13-10. Чтобы постараться ситуацию побыстрее поменять. Но вот мы видим, что у Джана проблемы есть. Главное вот его выцелить этим планером. Классная защита на сей раз от Костадинова. Нет, это слишком высоко. Заброс правильный, умный. Но Либера ногами успевает такие мячи доигрывать. Ногами в том смысле, что перемещаясь. Падение-то было, но падение скорее для качественной обработки мяча. Необходимо это докрутить. Распаруха Спарухов остается на площадке. И Петкович. То есть два легионера, которые не начинали этот матч, его продолжают. Пакшин решил мяч брать. Ну, ногами-то он определенно в ауте стоял. Ну, стало быть, должен был быть уверен, что траектория оставит мяч в площадке. А еще и в подачу добавляют в концовки подопечный Александр Волкова. Наверное, не стоило Заболотникову этот мяч трогать. И вообще подниматься в воздух, когда игрок спиной перебрасывает его к сетке. Но то, как надо контролировать ситуацию, партнеру показывает Роман Порошин. Роман Порошин. Прекрасный обманный удар. Не надо было столько атаковать в этой партии Хачдаде, как в первом сете. Пять очков он добавил. И 15 у него за два уже получается сыгранный сета. Потому что после этой атаки Петковича у нас вторая партия завершена. В 1-0 пользу Белогорьев. В этой же расстановке все это и происходило. Один блок. Чуть, может быть, не хватило высоты Дзануза. И вновь мы видим, да, вот когда Голубев в первой зоне, вся подача летит в него. Это далеко не случайно. И действительно, там Пакшину приходится трудиться в четверке уже на групповом блоке. А Белогорье уже и раскрепощенно действует. А в таких ситуациях и решения сами по себе приходят. Вот масса было способов после поражения в турнирной таблице. Очень непредсказуемый чемпионат. И в этой концовке, где еще много внутренних, что ли, противостояний в этой пятерке с пятого по девятая. Все очень может быстро меняться. А это укороченный. И вновь Кузбасс получает фрибол. Уверена первым темпом. Вот так все резко может поменяться. Так что не стоит отвлекаться на турнирную таблицу. Все резко меняется и на площадку. Заслуживает, наверное, большее количество передач. Особенно, когда была доводка. Это, конечно, не история последних двух сетов, наверное. Подсел все-таки прием. Чуть-чуть у Кемеровчан. Если удастся первый темп выбить. Это уже будет значительное приобретение. Первого темпа нет действительно на Пакшина. Но тот молодцом. С хорошей так высоты. Глубокая передача. Наверное, там и стык, может быть, ему оставили. А вот у Хачдади этих хейсов побольше. Да и вообще все сегодня получается. Голубеву трудности. Но он выбивает вверх. Маркин даже не думает о том, чтобы тройной блок попытаться там как-то обыграть. И снова ему атаковать снова на тройном блоке. Вот здесь перенос рук Заболотникова скорее в пользу Козбасса был. Потому что они, наконец-то, легкий мяч получили для того, чтобы его сыграть быстро. Не факт, что нужен Маркин на тройной блоке. Конечно, риск на подачу очень большое значение может иметь. В какой-то момент показалось, что Белогорье без проблем в трех сетах доведет дело до победы. Но это еще надо постараться. Маслиев вместо Джана побывал на задней линии. Вот этот вот, может быть, самый важный прием в этом матче выполнил. Справляется Голубев с непростой задачей. Вновь браво в защите Порошину. Хадждади. Ну, там трудно ему было выигрывать. Хотя затруднить получилось. А Пакшин до пола тройной блок вот этот высоченный обыгрывает. Ну, может быть, там чуть-чуть эмоциональнее порадовался, чем надо. Ну, и сам же извиняется. Ну, мяч-то классный забил. Тут эти эмоции понятны. Где уже он-то будет рисковать? Петюхин. Хадждади. Браво, Голубев. В какой мяч в защите тащит. И кемеровчане сетбол получают. Ну, тут все в высшей степени справедливо. И эта партия не исключение. Роман Пакшин дарит нам четвертый сет. Получается 2-1 в пользу Белогория. От кого это в первую очередь ожидалось? Вот Пакшин, который с подачи начинает и эту партию. Получики мировщане в защите стали играть. Чуть побольше, наверное, смягчение им стало давать. Ну, и плюс потерпеливее в атаке, несмотря на ошибки легионеров. Впрочем, очень нужный мяч в концовке. Мы помним, выиграл диагональный Кузбасса. Иногда такие вещи перевешивают какую-то статистику. Ой-ой-ой. Так, на грани ошибки все это было. Сколько-то об атаку счастливым образом сложилось у Маркина. И в итоге он своего добивается. Ну, тоскок за отскоком под последующую атаку были у него. Там Костадинов немножко ногами не дошел. И такая передачка-то у него получилась на грани. Получается, там на 2-3 атаки в каждом сете меньше он совершал. Ну, не сказать, что это большая разница. В какой-то момент чуть побольше четвертой зоны стал играть Роман Порошин. Это факт. Хороша подача, но у Маккин молодцом. Выигрывает. Быстрый мяч. И не успели белгородцы на блоке при этом там построиться. Словно засомневались, что Маркин после такого трудного приема, может быть, в игру вовлечет. За, ну, здесь за счет своего центрального на одном блоке, по сути, оказывался. Там вроде бы Черейский прыгал, но в некоем отдалении. Не так просто вообще с центральным сыграть, когда мяч со спины подлетает. Но и Порошин понимал, что блокирующий тоже к этому не очень готовый. Не факт, что он появится на площадке. Иногда, ну, это через эпизод другой же не актуально. То, о чем тренеры подумали. Что-то меняется, что-то... Аль-Хачдади. Ну, это просто, да, это слишком просто. И тут же показывает заболотников на Аль-Хачдади. Ну, и так показывает во всех видах спорта. Все какие-то по расстановке на передней линии. Так что выбить вверх и готовиться на групповом блоке выигрывать не получилось в последней пункте программы. Так что еще одна атака Хачдади. Здесь блок здорово отработал. А кому пасовать? Ну, как мог там отскочил Джан. Ну, и терпеливо достаточно сыграл, отыгрался. И вот тут свою высоту. Вот, может быть, такие вещи ему и почаще иногда надо делать. Сейчас понятно в динамике. Блок слетающий. 7 матч-болов у Белогоря на подаче все того же Джана. Трудности у Пакшина. Хорошая защита Брагина. И уж совсем сложную вещь. Вроде бы хозяева затеяли. Такой прострел из первой зоны. 25-17. 3-1 в пользу Белогорья. С вами был комментатор Владимир Стеско. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова